Я Худяков Зигмунд Анатольевич, живу в Хабаровске, пенсионер, мне 67 лет. Сейчас я на пенсии нахожусь и выхожу каждый день на протест. Мой протест, я против насилия, против убийства, я против того, что сейчас делается на западе страны, вторжение в другую страну, я против вот этих политических убийств. Политических убийств, то есть ходил раньше с майкой Навального, Навальному, вернее, правильно сказать, нам дали вот эти 19 лет тюрьмы и объявили Навального экстремистом. Он все равно в тюрьме сидел и все равно был обречен. Ясно было, что его не оставят в покое, его убьют. Чтоб мы не ходили с изображением Навального, не выступали в его защиту. Далее я одел майку Немцова. Немцова тоже так же убили. Уже Немцова нельзя за Немцова привлечь и потому я пока хожу. Постоянно меня садят. Уже в общие сложности я отсидел 105 суток. По 20 суток, по 10 суток. Когда я последний раз 15 суток отсидел, перед этим 23 суток. И судья такой был, Кириллов, так он еще специально трое суток натянул, чтобы в день рождения я сидел в спецприемнике. И чтоб люди не пришли на площадь, меня не поздравили. Фургал больше провел, Фургал больше провел. Почему я этим занимаюсь? У меня все родственники практически репрессированы. Все время был против коммунистов, ввел антикоммунистическую пропаганду на земле. Что я хочу сказать? Что значит на земле работать? То же самое сейчас. Те, кто уехал, их нельзя обсуждать. Они не хотят гробить свою жизнь, жизнь своих родственников. Но люди к ним относятся с презрением. То, что они из-за границы говорят, даже правильные вещи, люди не любят их. Ну, это варяги, типа там на чужих работаете. А вот Навальный правильно сказал, когда его спросили, вернетесь ли вы, он был в Германии на лечении. Он говорит, а у меня вообще вопрос не стоит, я не по своей воле оказался в Германии. То есть он вернулся, и тогда уже часть людей ему верят. И здесь я работаю на земле среди людей. Люди сильно, гораздо больше, конечно, и поддерживают борьбу за свободу, но и очень много оболваненных. Пропаганда работает по-страшному. Некоторые говорили, что они скорее даже думают, что он зря вернулся. У вас нет такой мысли? Нет, у меня абсолютно такой мысли нет. А это я часто слышал, что он там бы сделал больше. Нет, абсолютно. Много ли делают те, кто сейчас за границей? Они не авторитеты, им не верят. И на их могилу не принесут столько цветов, что аж креста не видно. А Навальный именно он правильно сделал, и Немцов сделал. Мне постоянно говорят, ну не нравится езжать за границей. А почему я должен уезжать из своей страны? Есть хороший классический ответ. Когда мыши, тараканы, клопы, мандовошки начинают требовать от хозяина, чтобы он свалил из своего дома, он начинает просто травить. Едьте вы, ребята. Если бы все были такие, как вы, то вы поубивали бы друг друга, вас бы не осталось. Если бы были такие, как я, мы бы жили нормально и в мире. Давайте представим какую-нибудь параллельную вселенную, где есть страна, где существует абсолютно диктаторский режим, где нет свободных медиа, где люди не углубляются в политику, потому что это наказуемо. Что остается этим людям делать, как им избавиться от этой диктатуры? Вот то, что делаете я, работать на земле. Если вы в открытую не можете вас уничтожить, то тогда начинайте работать с людьми. Начинайте вот это же объяснять другим соседям, друзьям, родственникам. Сейчас же очень многие поссорились и на работе со своими сослуживцами, и с родственниками, и с соседями. Вы могли бы назвать, где примерно похожий режим из реальных стран? Северная Корея, что далеко входить-то? Где, допустим, абсолютные диктаторы пожизненные? Вот этот лозунг, как он, Володин, есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России. Ребята, это шизофрения. Если Путин умирает, у нас страны что ли не будет? Вы сами-то думайте, что говорить. Вы Россию тоже включаете в эти страны? Конечно, сейчас, да. Но надо сопротивляться, надо работать. Иностранцы вот пишут, если вам что-то не нравится, то почему русские не выходят на улицу? Вы верите вообще в исход того, что можно митингами что-то изменить? И какими конкретно мирными протестами или какими-то радикальными? Ну, радикальными это бойня, она никому не нужна. И такое может быть. Во что верить? А именно мирными все-таки. Через несчету. Два года назад, 24 февраля, собственно, наш диктатор обрек на изменения. То есть, все сейчас изменится уже неминуемо. Страна идет к катастрофе. Люди не понимают, что даже не сама война все изменит, а санкции. Они не понимают силу этих санкций. Страна просто не выдержит экономически. Иностранцы у нас так же бежат, что русские, чуть ли не все, и поголовно, они как бараны. Им куда скажешь, они туда пойдут. Не мысли по этому поводу, правда это или нет, чтобы вы мастер. Частью, великому сожалению, это правда. Потому что пропаганда работает по-дикому. Россия всегда была более отсталой страной. И когда, допустим, революция случилась, там же последний, вот тонкая прослойка была интеллигенции. Ленин высылал целыми пароходами и Сталин расстреливал. Отчасти иностранцы правы. Ну, не совсем. Потому что все смотрят на другие страны и все равно мы двигаемся. Я когда пацаном был, только магнитофоны появились, я понял, что коммунистам конец. Потому что песни пошли из-за границы. Это все было запрещено. Когда появился интернет, я вообще верил, что все изменится. Но, к сожалению, изменилось только время. Всегда верил в Ельцина. Но так же, как Ильдар Рязанов сказал, он тоже с уважением относился к Ельцину. Но самая большая ошибка Ельцина – это Путин. Может, у вас есть какое-то предположение? Почему средний россиянин так легко подвержен пропаганде? Почему он в это верит? Высказывание Йосифа Геббельса. Дайте мне средства массовой информации, и я из любой нации сделаю стадо свиней. И вот здесь то же самое. Но стоит только дать 4 месяца обратной пропаганда, вот так же, как при Хрущеве. И вот этот народ переобуется моментально, то есть им управлять. Действительно ли, по-вашему, так важно при диктаторском режиме, как это было, например, в Германии, всегда ли обязательно развязывать какую-то победоносную войну, по-вашему? А это аксиому, да, это так и идет, а иначе никак он не выдержит. Люди начинают задумываться, начинают на другие страны. А как еще нищету оправдать? И потом, здесь же что идет? Когда развязали, допустим, какую-то бойню, и сразу, кто против, тот против всего народа. Ты предатель, значит, ты за тех врагов. Они же тоже сопротивляются, убивают, значит, ты за них. Какое у вас отношение, что вы думаете про Путина? Вот заявление раннего Путина. Самое опасное, самое страшное, это когда человек, занимающийся политикой, вцепится в свое кресло зубами и руками, и только об этом и думает. И наврал. Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. И он уже пожизненный диктатор. И вот часто вопрос задают, а кто, если не Путин? Любой человек, только сделайте нормальные выборы. Вы ходили на эти выборы? Нет, я уже, я, кстати, вот почему я последний раз сидел, я призывал за бойкот. Раньше было еще, возможно, вот эти протестные выборы, как, допустим, победил фургал, и как, но сейчас уже нет, полностью подделаны выборы. И я постоянно привожу такой пример. Допустим, детская футбольная команда, она участвует в чемпионате, и они заранее знают, что их засудят. Если они будут участвовать, им скажут, ну, вы проиграли, все проигравшие жалуются. А если они сразу скажут, там, это, судейство коррумпировано, мы не будем участвовать, тогда это уже доказательство. И потому именно меня посадили перед выборами, а не те, кто призывал голосовать за любого, кроме Путина. Какие у вас ожидания от нового срока Путина, шестилетнего? Ничего хорошего. То есть он уйдет только, если его сместят. И либо смерть его, либо внутри вот этот переворот будет. Сам он не уйдет, ничего хорошего я не жду, и все зависит от того, как вот этот конфликт идет военный, и как санкции действуют. Тут не от нас зависит уже. Почему вы не боитесь и продолжаетесь этим заниматься? Ну, бояться уже поздно, потому что у меня уже система, как самолет над океаном. Либо он летит, либо он утонул. У меня уже дороги назад нет. И вот я часто привожу пример 41-го года. Это когда под Харьковом, под Киевом сдались 600 тысяч человек. Так они же не просто сдались, они и других тянули. Да все бесполезно, Гитлер все равно победит. Ну и потом все погибли практически в плену. А те, кто сражался за свою родину, за свою свободу, погибали, кто-то живой остался. Но все равно добились своего. И здесь то же самое. Какой смысл уже бросать и предавать все и вся из себя тоже. Я с детства вот этот дарил, вот этот страх, это вот животное. И всю жизнь бояться. Ну а зачем тогда жить-то? Я прав, пускай боятся те, кто не правы. Они врут. Что вообще остается по-вашему делать в России при таком вот негативном, всем, что бы вы сейчас описали? Китайская пословица, невозможно все пять пальцев засунуть в рот. Ну то есть кулак не засунешь в рот. Делайте то, что вы можете. Я могу в открытую говорить, я говорю в открытую. Вы можете работать с теми, кто рядом. Хотя бы потихоньку, потихоньку. Можно просто опубликовать ваше лицо? Надо ли его блюрить по-вашему или не надо? Категорически не надо. Я для того и выхожу на площадь, чтобы людям донести свое слово. Абсолютно все, что я говорил, пускайте в эфир. Потому что часто потом перезванивают журналисты и говорят, а можно ли это? Нас вот спрашивают руководство. Обязательно, нужно. А тот, кто это не показывает, тот сам трус. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова